Всем привет и мы продолжаем FFA сериал на шестерых, в котором я играл за инков, а сама игра проходила в рамках моего второго FFA турнира. Если вы смотрите сериал не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на весь плейлист появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра! Ты хочешь взять мои НКГшки, блин, ну прикольно. Блин, ты чё? Почему ты меня перекликаешь, интересно? Я вроде нормально кликаю обычно. Да, я сегодня тоже расстроился, когда меня остриец перекликивал. И чё? Ниндзя, ты серьёзно хочешь меня к ним запугать? Даже не смешно. Блин, я не понимаю, как вы с ним общаетесь? Ну... Ты ни одни горы от меня возьмёшь такие. Три армии. О, щас мама будет ругаться, что я не это. Я буду дискорда в другой камень. Я... Ну вот, не послушаем, блин. Все ж хотели послушать. Ну, бывали, что ты настолько... Упоротый, да? Ну, либо... Да, да, вот это СОУБэш подходит. Так... А чё так быстро? Мы думали там... Да ничё, мама сказала. Просто мама то ругалась, сейчас она же спасённая, не хочет ругаться. Смирение. Ниндзя какой-то, он... Такое ощущение, что он отыгрывает... Вообще, конечно, плохо, что он не разговаривает. Потому что я, во-первых, ему предложил сейчас открытые границы, типа... Хотел ему армию привезти, а он от этого отказался. Что я не знаю... Я, честно говоря, не знаю, что он хочет, поэтому... У меня такое ощущение, что просто ниндзя хочется какой-то жести, то что, типа, ну, на стриме. А, его там подписчики гонят. Ну, как всегда, такое иногда бывает, когда ребят играет, и мы там подписчики нахаблучивают. Зубус, а зачем тебе? Я же говорю, озеро, вы видите. Поверь, будешь одного отряда не пересечёт твоего. Да, верю, верю, верю. Да, это же, особо же путь тебе. Он щас ещё учёный родится в озеро-ку учёного. Блин, Дёш, вот побораскивай, только давай не клипи под конец хода, я не собираюсь это отлавливать тебе корабли ещё сверху. В смысле, по конец хода? 40 секунд. А, ну ладно, 40 секунд ещё много. Это, слышишь, импи, иди сверху. О, там у тебя нормальный флот есть, офигенски. Что ещё, сколько иди? Это, иди наверх, щас они направо, и там около, ну, слева от Ниневи пройдёшь. Там единственное место, где пройти можно. О, у тебя нормальный флот, если это хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, как и клипал. Нет, больше железа, восемь. Ты что, кто-то дал железо, что ли? Или сколько у тебя железо-то? Сейчас тоже, в принципе, не решает. Просто скажи мне, интересно. Ох ты, хороший флот. Я не понимаю, почему у меня притормаживает из-за тебя отхождение. Не знаю. Ты расскажешь? Не знаю. Я не приняла. Я не приняла. Ну, типа, я не знаю, что у тебя оттормаживает. Ты дальше отходишь или что? Нет, ты как бы подводишь, понимаешь, и у меня юнит, то есть я хочу отвезти юнит, но он при этом как бы остается на месте некоторое время. Ты ещё стреляешь. Нет, без понятия. Я тебе без понятия, честное слово. Ладно, забирай там морские города, я сейчас пошёл ниндзя заберу. Так, там вы договорились на мир в случае, если войны с ниндзя нет? Ну, я предлагал, он как бы, я так и не слышал никакого. Ну, это интересно, блин, реально, если я... Вот честно, я даже не хочу. Если ниндзя реально хочет дать выиграть, я очень не против. Ну, ты знаешь, это всегда, я тоже так прибегаю вот к этому аргументу, что если на меня кто-то нападёт, то это значит, ты даёшь выиграть другому человеку. Это, ну, вот давай, честно скажем, это сейчас не аргумент. Ну, как я аргумент, ну, смотри, у Египта, блин, как его, стольня чуть меньше моей всего лишь, а города остальные такие же, как мои. Ну, я не знаю, я не вижу, тем более, что у меня, у меня реально проблема с местом, потому что вот у меня было место для развития, а дальше у меня вот дофига просто воды. То есть у меня закончилось место, куда мне, что мне обрабатывать, понимаешь? Ай, Лёш, ты не понял, это не будет у него лёгкая прогулка, это было, понятно, с самого начала. Это не война, которая выигрывается за какое-то время, это будет даже сложнее, чем Зулу собирал бы Абстер, даже если он вообще выигрывает. Скорее всего, я даже выиграл, не он. Почему ты выигрывал, не он? Это война, почему скорее я выиграю? А, если ты перейди, то я понял. Потому что у меня сейчас этот самый... Биг Бенчик... И коммерция. И 100 голды ход. Я так вчера воевал против АР, знаешь? Мне не понравилось. Там, кстати, ещё 400 голды приваю из караванов. Забирай на здоровье. Параван не закрыл. Включи с ним мир и спокойно вывести Египту. Слёша, почему? Не-не, я хочу... Не-не, я через 2-хвата готов ему отдавать города, только мне же это догадывается. Зачем вот так, почему ему отдавать города? Он их возьмёт. Такая разница. Ну он возьмёт их на время попроситься по счастью. Там ничего особо не изменится. Я их не отдэфлю уже. Если бы я на 1 фронт... Он их разрушит. Он их разрушит. Он их разрушит. Ну и что? И чё теперь? В потере потерь, я беру ниндзию. Что это за моник? И чё? Для тебя это же достаточно важные города будут. Не, мне пофигу. Я заберу ниндзию и у меня... Ниндзя, не получишь ты моего инженера. Не дорос. Ниндзя, не fa'к. Вот голод там падает. Ххх Veled Бился крапир. он нашел спасибо обращайся давайте посмотрим где алюминий слушай зулус убери своего коня ты все посмотрел уже веди его мне не нравится что металл там лечится давным-давно но веди так и блюдо не каждый раз ужин да все я разрушил все разрушил виде на свою территорию лечить спокойно так что тут у нас с армией так а мне нужны вообще капер и мне нечем уже город захватывать получается блин вот ты про ару сказал я сразу вспомнил прошлую партию свою на чё было да там ара доминировал доминировал ну как точнее сначала у нас был была бы у дик она захватила по-моему мая ну вот ара играл за инков он захватил португалии в принципе все он уже доминировал но тут ему в чатике посоветовали пойти в туризм я не играл с ним следующий партий когда он орал что они за что не поезд в туризм там было очень классно ему говорили в туризм он просто посылал в общем это конечно было очень забавно но тогда буудика очень сильно откормилась и в итоге мы там втроем остались она сначала меня вынесло а потом уже занялась арой по полной просто я следующий партий я с ним играл на этом тоже была веселая партия я не хочу спалерить просто людям что происходит мне которые наверное хотят эту партию постареть потом но партия веселая не знаю не знаю когда а а а если мне просто слил весь флот да ничего не делаю а то есть я должен кликать на твоем фронте да ну я не знаю а ты что там чего там фронт что серьезнее ну тогда ладно где там твои караваны давай так уж и быть разграбли что был флот мне то что был флот я им честно попытался я не стал тебе просто раз какими что еще я вот то что было я пошел повоевать как я в итоге просто последние два хода их расстреливал ты ничего не делал по моему даже когда я походил там оставались винты ты не например меня не обстреливал в ответ там уже ничего не менялась я дам тебе уже на самом деле ни одного фрегата не забрал если ты мог еще года фрегата собрать тогда так ну смысл у меня есть предложение поинтересней они нам нужно лишь торговать тогда у меня предложение что-то есть ну то что мне стена да не поверишь но сейчас то что есть надо возвращаю долг день токоте долю все честно и нет ну возвращаешь хорошо есть так считаешь вы сам помещен счастье было восемь не совсем было плевать на твой люкс и сейчас честно честно за твою помощь с лодочкой вернул у меня нет нет жалко Ты хочешь, чтобы я тебе еще помог В войне с С ниндзей? Ну, чуть-чуть хочется А то ниндзи тут что-то Борзеют Ну, просто я не думаю, что мне выгодно, чтобы ты Мне их отдавал, мне кажется Тебе не выгодно Не, ну хотя стоп, тебе какая разница Сама их будешь сжигать Ну, а попрокачивать фрегатики А, да ты там их не прокачаешь Там ничего не надо Ой Так Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать Так, Сидней хочет медь Где бы мне эту медь получить? У Зулуса Зулуса, у тебя одна только медь, да? Ты там больше нигде не обработаешь? Нет, не обработаю, она слишком далеко находится Ну, как бы не досянется в город, крайне мере, не так быстро А что ты хочешь за нее? Сейчас посмотрю, что ты Я так понимаю, что у тебя там счастье немерено, как ты сам сказал Да, но я от мрамора бы не отказался Не, мрамора у меня нету Мы с тобой сами менялись Зулус Мы с тобой сами менялись Так где ты говоришь? А, во Да вон караван Да, вижу, вижу Так что, Зулус Да, сколько ты мне золото готов заход платить? Заход эти вообще не готов платить Эти единовременно могу сколько-то золото дать Здесь какая-то разница Полно, что так выгоднее для тебя будет Хорошо, сколько единовременно ты готов мне выплатить? Ну, 200, предположим Согласен Лёш, только скажи, что здесь капер, пожалуйста Или ты будешь, знаете, ее прокачивать до бесконечности там А тебе какое дело вообще? Там уже хочу бы средних избавиться А что делать? Да, счастья нету Не, ну, металл Минус 4 Не кратично Девашний в этом Я просто уже, ну, моральный как пустил, понимаешь Хочу, что ты забрал Так что с тобой уже этот мир и все А теперь ты мне скажешь, в чем прикол Именно единоличные выплаты, а не на ходы Ну, мне так проще ориентироваться Потому что я Вот будет у вас единоличная А сколько там, 25 ходов, например, да? Да То есть я вот Я, ну, контролирую свои деньги То есть Представляю, сколько мне там надо Туда-сюда Я забуду, что я тебе там дал тебе сколько-то в ход И опа, оно обратно вернется Или наоборот, что такое-то денется Ну Тут чисто вопрос контроля Так вот я тебе отдал 200 и все Я думал, может, там какой-то хитрый бонус от этого Нет, нет Не, ну как, хитрый бонус может быть в том, например, что Мы с тобой договоримся Ну, теперь я тебе 5 золота в ход Я же, ну, допустим, тебе могу сейчас войну объединить Да Грубо говоря, как раз таки получу Вот это Поэтому я и не мог понять, зачем тебе именно Не, мне Только мне выгодно Мне Так, мне Мить нужно было только на один ход, собственно Я получил этот Ну, слава королю или как-то он называется Любовь к отчизне, наверное Да, и плюс еще в двух ггшках Довольны мной Ну вот, видишь Вот один из вариантов, почему не ставят на море города Что, типа, придется Есть вероятность, что придется на два фронта воевать Нет Это не аргумент Почему? Знаешь, я вчера тоже классно поглял на два фронта При том, что это все были не морские больные Воевать на два фронта, это почти сюда получается Нет, вот именно на два фронта, что тебе надо и в морские выходить И вот если на два фронта просто наземными, это одно А на два фронта, когда тебе приходится и в морские, и в наземные развиваться Это как бы неприкольно Так Нет, у меня пошел вот сюда надо Блин, сейчас я фарфорку своим ходом построю А я хотел инженера на него На нее Слушайте, можно будет с Зоусом пойти воевать, собственно Тут просто ниндзя получается мне реально развязал руки О, да и египт в честь решила пойти Честь моя, моя лишь честь Блин, может взять порядок Ну блин, мне некуда садить людей Мне нужны специалисты Для специалисты это свобода Это как бы Без вариантов Пользуйтесь Двагис для выбора товаров и услуг Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе Подробнее на сайте Двагис.ру Двагис, если быть точным Расследуем территорию Так, фабрика Так, фабрика Блин, фио падает Грустняшка Ты же говорил, что он тебя не возьмет Киликон Все, расстроился Не расстраивайся, Киликон Ну бывает Ишь, ниндзя Подлый Ниндзе верить нельзя Ну так это же ниндзя Мы его накажем же Ну давайте Устроим ему Глобальный холокост И дружно на него нападем И ничтожим Давайте устроим ему интервенцию Все покажем пальцем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А Гондор бы я, наверное, даже и не взял бы По-хорошему, если бы там защищался Адва еще берется А Гондор, если ты нам еще арбалеты поставишь Киликон Не расстраивайся, Киликон Он вернулся, кстати, в город Не знаю, насколько долго Но пока он в его власти Так, это же холм Да Так, это же холм Странно, у Египта вроде армия самая слабая Ну, видимо, уже все потерял Да, видимо, такой последний рывок Ну, если так, то сейчас в обратную сторону война пойдет Ну, говорю, обратно, я феопсед забрал свой HRR Так Без телефона как-то скучно стало Чего? Чего, не научиться? Чего? Дан. еще один за узкий шпион убит да я почти догоняю по науке вас всех видимо я шпион настолько необразованы что их очень просто убить мы кстати договорами об исследовании библи ты что не видел что уже были договоры об исследовании не пропустил бывает воевал видимо тогда ну что видимо сжечь надо да блин я тут уже выиграл тут ну просто могу вон еще пойти зулуса снести он на 14 процентов отстает что-то джемпинг у тебя не задалось вроде места хорошие а так как ты даже он хуже зулуса получается спасибо спасибо ну так блин во первых я сделал первую ошибку не там поставил город главный а где надо было я чуть правее поставила бы чтоб холм обрабатывать ну хотя фиг знает так это зашел к хотя бы самый облом то что у меня даже угля нет ну вон у ханое он у ханое и алматы будет нашел уголь а вон у ниневии да слушайте вообще есть уголь все у тебя есть у меня производство подкачало поначалу потом уже более-менее выравниваться начну но поздно еще с петре прогадал даже здание не продал эфиоп а а а и они он и и и и Продолжение следует... 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 еще пойти повоевать с улусом алматы и ханой я думаю с радостью дадут мне денег улыбку Продолжение следует... 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 ну никак вот в данной ситуации у тебя что все леса и тогда ты поставил меня мало я мало куда на море принципе свободно в принципе вот любая игра на море свобода заходит нормально просто банально караванов получаешь пищу сажать все хорошо легко но сколько у меня сколько у меня нефти три месторождения угля и ни одного на холмах зачем тебе обязательно на холмах чтобы сразу был что с обрабатывать ой ой серийцер скажи как это играя через традицию никто тебе не мешал развиваться ты все равно хуже чем зулус так говоришь про меня такое ощущение что совсем ужасно играет лучше зулус момента счастья до хрена я не знаю с тебя принял нам все равно второе мне некуда отдавать может мне золото вам отдать если хочешь если не хочешь просто отвергать не золото мне как-то таки нужно вот я случайно принял на автомате ничего мне второй крабы закончились я считаю что в войне с египтом ты должна держать победу поэтому поддержал вот в общем да у меня поначалу три каравана мая шур варвар разграбили они появлялись в очень удачном месте то есть откормить главный город не удалось мне не было очень долго больше чем мой главный город да и соответственно как бы ашур вообще был нулевым обрабатывать было практически нечего но и он не развился в итоге ну да у нас с тобой одинаковые служители по сути столицы и это очень грустно на этом пока все продолжение смотрите через день или два пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры я лёша халецкий тот кто сделал это видео и раз вы досмотрели до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк вам это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что доставили до конца удачи и играйте в умные игры